НАТО. Мы обратили внимание, там целая серия заявлений, мероприятий, которые просто необходимо прокомментировать, потому что они непосредственно касаются нашей страны. Мы обратили внимание на продолжение некого мыслительного процесса в НАТО на тему «Как же быть с Россией?». Этому, в частности, посвящена значительная часть доклада НАТО-2030. Он был подготовлен группой мудрецов по, я сейчас говорю без всякого сарказма, по поручению генсекретаря Столтенберга и представленного на заседании министров иностранных дел стран Блока 1-2 декабря. Данные наработки, как утверждается руководством НАТО, призваны наметить направление развития Альянса на ближайшее десятилетие и, вероятно, будут использоваться, как мы понимаем, при подготовке его новой стратегической концепции. Даже при первом беглом взгляде на доклад приходится констатировать, что эксперты, мудрецы, не воспользовались предоставленной им возможностью объективно оценить предпосылки нынешнего кризиса российско-натовских отношений и то, какую роль сыграла в этом откровенно близорукая политика самого Альянса. Основной посыл доклада предельно прост и не нов. Россия остается стратегической угрозой безопасности Евроатлантики номер один. Звучат обвинения в том, что наша страна окружает НАТО со всех сторон. Карты доступны не только в магазинах, но и в интернете. Я имею в виду те карты, которые представляют информацию о базах, военных базах стран НАТО, в первую очередь США в мире. Посмотрите, кто кого и откуда, с какой стороны окружил. Звучат обвинения в том, что наша страна ведет не ту политику, которую нужно. Проводит некое устрашающее военные операции в непосредственной близости от стран-участниц блока. Но, опять же, если это прочитает человек, который вообще не представляет себе географию, он подумает, что Россия находится где-то вдалеке от стран НАТО, пытается блок окружить и периодически приближается к границам стран-альянса для того, чтобы проводить устрашающие мероприятия. России приписываются операции гибридного характера, направленные против суверенитета союзников, а именно кибератаки. Опять же, цитата, убийства, санкции правительства, отравления с использованием химического оружия, оказания политического давления. И это все разработано мудрецами НАТО, по привлечению НАТО. Честно говоря, недоумение вызывает представленные в докладе экскурсы в историю. Якобы Альянс пытался выстроить содержательное партнерство с Россией и вовлечь нас в создание общей архитектуры евроатлантической безопасности после Холодной войны. А мы, опять же, якобы эти заходы не восприняли. Когда же такое было? Напомним, что дело обстоит с точностью наоборот. Это российские многочисленные инициативы, направленные на поиск путей выхода из кризиса, снижения напряженности, создания подлинно равноправной системы европейской и евроатлантической безопасности, альянсам либо отвергались, либо просто игнорировались. В трактовке НАТОвских мудрецов именно агрессивное поведение, опять же, цитата России, является постоянным препятствием для выстраивания полноценного двустороннего взаимодействия. То есть мы им мешаем выстраивать с нами взаимодействие. А они, якобы, этого очень хотят. Исходя из этого постулата, альянс в отношениях с Москвой предлагается придерживаться политики сдерживания диалога. Мне кажется, уже нужно переформатировать или переформулировать. Мудрецы могли бы что-то более интересное. Например, диалог сдерживания или сдерживание диалога. Почему нет? Все ради сохранения сплоченности рядов перед лицом мифической российской угрозы. Совету Россия-НАТО отводится функция канала, как они написали, донесения до России соответствующих политических посланий. Прежде всего, по проблематике украинского конфликта, в разрешении которого, напомню, НАТО никакой роли не играет. Примечательно, что разговор с нашей страной Альянсу предлагается вести с позиции силы. Но это любимое. Такой подход – полное извращение природы Совета. Хотели бы напомнить, что согласно Римской декларации 2002 года Совет задумался как форум для равноправного всепогодного диалога, в котором все страны были представлены в национальном качестве, а не играли командой НАТО против России. Важно и то, что его деятельность ранее имела практическую отдачу. Под его эгидой был запущен целый ряд полезных проектов в таких областях, как противодействие терроризму, распространение оружия массового уничтожения, средств его доставки, афганская нороклогрозия. В 2014 году весь накопленный полезный опыт, как вы помните, был в одностороннем порядке перечеркнут. И сделала это, возможно, не знают мудрецы, не Россия. Это сделал Альянс. Как ни странно, НАТОвские мудрецы, или опять же те самые мудрецы, которых НАТО привлекает к этой работе, так и не дали ни одного реального рецепта в управлении нынешнего кризисного положения дел. Вместо взаимовыгодного сотрудничества с Россией предлагается обсуждать возможности, как было написано, мирного сосуществования. Авторы доклада тем самым постарались просто запрограммировать Альянс на сохранение статус-кво как минимум на десятилетия вперед. Еще одна новость, которая связана с НАТО и с нашей страной. Заявление генерального секретаря НАТО Столтенберга. Это одно из ярчайших его заявлений, на мой взгляд. Сделал он его на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Альянса. Сказал о том, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии тем, что в Приднестровье находятся российские войска. Что я могу сказать? Мы думали, у НАТО есть надежные источники информации в, как сказал Столтенберг, окрестностях Альянса. Окрестностях Альянса – это его выражение. И что эти источники могли бы ему рассказать о соответствующих российско-молдавских договоренностях, соглашениях на этот счет. Но, видимо, таких источников нет, а мне и несложно напомнить. Пребывание в регионе российского военского контингента, который является составной частью размещенных там совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасно, осуществляется на законных основаниях. За 28 лет своего существования миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность, надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе. Все документы на этот счет, я думаю, все-таки можно было бы в НАТО и изучить. Россия привержена неукоснительному выполнению своим воинским контингентом мандата и задач миротворческой операции. Мы исходим из того, что эта тема находится в плоскости двусторонних российско-молдавских отношений. И хотелось бы посоветовать генеральному секретарю НАТО заняться своими членами, в первую очередь США, их незаконным присутствием, например, в Сирии. Издание «Международная жизнь». Сейчас вопрос формулирован так. Опять про генерального секретаря Североатлантического альянса, господин Столтенберг, который заявил, что НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму. Что на это ответит Москва? Я хотела бы сказать, что тема дальнейшего наращивания присутствия НАТО в Черноморском регионе обсуждалась на заседании министров иностранных дел со стороны альянса накануне, 1-2 декабря. Будет продолжена реализация принятого в апреле прошлого года Черноморского пакета мер поддержки Грузии и Украины в развитии ранее принятых блоком установок о необходимости так называемого сдерживания. Нашей страны в этом регионе. Что еще можно сказать? Альянс расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря, привлекает к ней в нерегиональные страны. Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ. Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают, в том числе, удары по территории России, способными нести ядерное оружие американскими стратегическими бомбардировщиками. Натовцы подтягивают к своей деятельности Украину и Грузию, которых, по сути, по большому счету натаскивают на противостояние России в ходе совместных маневров и учений. Все это вызывает у нас серьезную беспокойность. Мы вынуждены учитывать наращивание военной активности Альянса и его стран-членов, реагировать соответствующим образом. Также хотел бы сказать, что в Черноморском регионе уже имеется опыт поддержания безопасности силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями.